Вот сейчас у нас сайт существует в Башкире, Башархив называется, по сельскохозяйственной переписи. Естественно, там процентов, наверное, 80-90, там как бы сословие башкир проходит. Вот они, наши коллеги, историки башкирские абсолютизируют это и приводят, как бы экстраполируют на современность. А вы вот это в динамике смотрели, там 19-й век, там начало 20-го века и дальше. 26-й год мы смотрим, переписи 26-го года уже обратно возвращается. То есть если мы будем изучать там Бирский, Вилибеевский, Уфимский. Вкратце можете сказать ваше свое мнение, позицию? Насколько вот в динамике вот этой этнической рентисности? Динамика тут простая была. Во-первых, надо четко понимать, что в Российской империи не было национальности. Ни в одном документе, ни в паспортах, ни в каких сделках, никогда и нигде никакая национальность не фиксировалась. Учитывались два критерия – конфессия и сословие. Причем сословие начало разрушаться к началу 20-го века. То есть если бы мы сейчас выйдем на улицу, и каждого прохожего будем спрашивать, останавливаться – ты кто? Вот будут самые разные ответы. Я бы говорю – ты кто? Говорят – тудент. Мужчина, россиянин, коммунист, рабочий. Правильно? И все будут говорить по-разному. А если бы мы 150 лет назад оказались бы в Уфе и вышли бы на улицу и спрашивали – ты кто? Мещанин. Все бы четко отвечали одинаково. Мещанин, купец, государственный крестьянин. Башкир. Это самое. Башкирское войско там, или Мишарин, кантона такого-то команды. Габдрафикова, Ильдара Махмудовича. Вот. Понимаете? Все бы отвечали одинаково. Все бы у сословия. Вот сословия была основа. Поэтому, так сказать, уже национальная идентичность – это позднее явление. Я ремаркуваю. Михаил Игоревич в одной из своей статьи пишет, что в то время национальной идентичности не было. Они были готовы записаться французами. А чтобы получить землю, они были готовы даже французами. Вот в основе лежала экономика. Вот отменили кантонную систему, оликвидировали. То есть, это был один из… не единственный случай. Украинское войско до этого перевели, Слободская Украина перевели казаков в общегражданское состояние. Вот ликвидировали и начали делить. Там вопрос с землей был. Самая основа-то… Я как экономический историк скажу, что самая основа всей нашей жизни – это кредитка в кармане, чековая книжка. И все остальное, все остальное – это вторично. Вот. Начали делить землю. У всех было по-разному. Башкирам полагалось там, вотченикам, 15 десятин, потому что в 64-м году создается юридическое, официальное сословие башкир-вотчеников. До этого не было такого юридического сословия. Вот. В 64-м году принимают, им дают норматив. Вот. А припущенникам уже сколько это самое осталось, столько тебе. Поэтому в сословии башкир все хотели попасть. Да, поэтому все писали, там существует масса документов, вот 60-е, 70-е годы, все писали. Тептери из башкир, черемеса из башкир там, все писали. Вот. Но к 1900-му году размежевание земли закончилось. Все. Землемеры все поделили. И ты хоть называешься, хоть французов, хоть кем, ни одного квадратного сантиметра земли ты не получишь. Вот. И все, так сказать. Товар надоело. Земля стала объектом торговли. Этим предметом торговли. То есть купать можно. То есть сословные привилегии, которые давали возможность перейти из одной... У нас, например, в институте экспедиции находили такие интересные факты. Вот деревня смешанная, да, живут башкиры и татары, да, ну, Тептери, например, да. Культура, язык абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Идентичность жестко разная. Жестко разная. То есть он говорит, все, я... Ты, Тептери, иди отсюда. У меня 15 десятины, у тебя 5 десятины. Все, не подходи. Вот. Понятно? То есть экономика была... То есть, Михалыч, получается, что сформированная и долго действующая тенденция идентичности сословной, она имела еще и инерционный характер? Естественно, да. Вот эта вся инерция, она последняя зафиксировала перед 17-го года. И значительно, вот эти новые башкиры еще были, и мишари записывались башкирами. Это вот перепись 17-го года, а перепись 20-го года, которую мы обработали, там вообще жесткая татаризация пошла. У нас было несколько грантов московских, мы работали, обработали перепись 20-го года у финской губернии. Вот. И я пишу, я сижу, карточка обрабатывается, я звоню в Москву своему шефу. Я говорю, слушай, одни татары. Все исчезли. Тептери, мишари, башкиры, все исчезли, одни татары. Вот жесткая татаризация, чуткая граница, могу показать, это примерно линия Бураева, Чикмагуш, Дертюли, все, что к западу, там, все исчезли. Все, одни татары. Они вошли вот такие в ваши... Ну, они у меня опубликованы в книжке, да, да. В архиве нашем лежат, да. Да, вот это в «Машкирский край» опубликовано. Нет, у меня монографии вышли по 20-му году. Мы выпустили три монографии. Там уже вот это, я думаю, влияние Казани. Влияние Казани, влияние экономическое влияние, там все вот это шло. Идеологическое, скажем. Ну, сословность уже как бы... Сословие, да. Поэтому вот в переписи 20-го года появилась графа национальность, и... А сверху иногда писали сословие, все написали сословие. Самого термина национальность ему ровно чуть больше 100 лет. Впервые национальность употребили во время переписей 16-го, 17-го и затем 20-го года. Я когда... Вот перепись 20-го года, она хуже, чем 17-й. Потому что в гражданская война грамотных людей просто не стала. Перепись 1897-го года. Родному языку. Да, да, да. Там не было национальность. Поэтому они отказались от национальности. Нет, я говорю, самого слова не было. Поэтому я смотрю карточки переписи 20-го года. И у меня, значит, пишут национальность в среднем роде. Татарское, башкирское. Я ничего понять не могу. Не скажу, что очень много, но и не единичный случай. Я не могу понять, что это такое вообще. Что это значит? Я к языковедам обращаюсь. В тюркских языках нет этого. До свидания. Да. Вот. Я думаю, что это значит вообще? А потом я понял. Там, если взять карточку, там сверху написано, идут три графы. Селение. Оно. Ибрагимово. Общество. Оно. Ибрагимовское. Национальность. Оно. Башкирское. Они слова такого не знали. Этого слова в разговорной речи, слова национальность не было. Все употребляют эту народность. Как говорится? Из польского языка, но тоже народность. Вопросы коллег. Некоторые наши этноориентированные коллеги же всегда в дискуссии всегда приводят результаты переписи. Все первые всероссийские переписи в 1819 году говорят. Говорят, ну вы поймите, этничность, вот вы согласны, мы согласны, обшасловие было. Но этничность определяется, всегда определялась родным языком. А там получается, что по переписи 1997 года, значит, вот эти все регионы северо-западные, они родным языком называют якобы башкирский язык. Вот перепись 1997 года, да? Я говорю, как же они могли за 20 лет язык потерять, значит, родной язык, вдруг через 20 лет... Это сложный вопрос. Сложный вопрос. Башкирский. Значит, какие-то там слова... Вопрос, что понимать под башкирским языком? Тогда еще и татарского языка как такового не было. Был чагатайский, так скажем... Вопрос в чем? Вопрос, вот, как сочеталась этническая и сословная языковая идентичность? Вот там сложности, как специалист по 19 веку, как... Нет, национальность языка не совпадает, это говорить не о чем. Слушайте, от Мексики до Аргентины говорят на одном языке. От Марокко до Ирака говорят на одном языке. На английском языке это самое, это бесконечные процессы идут. Мы сейчас наблюдаем, английский язык распадается. Видите в интернете английский, австралийский, английский, канадский, английский, это новозиванский. Это даже говорить не о чем. Это разные вещи. Потом, видите, вот переписи 1907 года. Они в этой переписи, между прочим, там не в некоторых деревнях, билибережскому языку. Есть туркменский язык, тюркский язык. То есть, крестьяне как-то отвечали на вопрос. Какой родной язык-то? Они говорили, ну, как-то они так выразились. Он записал туркменский. И некоторые у меня, я даже в стилетомарке, я им по голове стучал. Я говорю, они говорят, туркмены у нас жили. Я говорю, какие туркмены? Ты сейчас с ума сошел? Короче, а вот ты сказал, что есть большой пласт документов, информации по семьям того периода. Это уже обработанные, есть материалы, просто нужно которые перевести, или еще они хранятся в архивах? Вот по русским купцам мы документацию русских церквей православных мы более-менее обработали. Там вот без этого нельзя изучать историю бизнеса, нельзя. Интересы семьи, интересы бизнеса разные. Вот пример нашего РАУСИБ, да? Он фактически вообще не банк, юридическим языком. Это банкирский дом. Он принадлежит одному человеку. Правильно? Вот у нас, мы были, зарплатная карточка у нас была, это Госбанк, а потом нас перевели на РАУСИБ. Я протестовал, я говорю, нельзя переходить на РАУСИБ. Он принадлежит одному человеку, Евгению Когану принадлежал. И вот я и говорил, а вдруг он поедет на велосипеде кататься, и упадет, и разобьется, и точно Коган умирает. И там, мы просто не знаем, там была война, сын и мама сцепились между собой. Победила мама, вдова, теперь она, одна из богатейших женщин России, она владеет банком РАУСИБ. То есть, человек владеет одним, один человек владеет гигантским, вот все наши активы, вот все наши, мы зависим от одного человека. Ты встукнет что-нибудь в голову, захочет изменить политику, и все, и никуда не денешься. Поэтому история семьи, да, вот по церквям мы выкинули эту информацию, а вот городские мечети никто не смотрит. Вот городские мечети никто не смотрит. У меня нет аспиранта, который вот и знал бы язык, и интересовался. Что понимаете о городских мечетах? Это материалы, которые в архиве? Да, они в архиве лежат, по Уфе, потом в Стерлитамаке был мощнейший бизнес, я специально влазил по Стерлитамаку, татарский бизнес был сильнейший. И это, вот чтобы восстановить эту семью, мы должны найти, вот и когда дети родились, там, то-то-то-то-то, и вместе с экономическим матерям, вся картина вся и всплывает. Без истории семьи нельзя. Французские историки еще в 19 веке открыли. Бизнес живет три поколения. Я вот у нас вот работаю с одной фирмой, 30 лет работаю, в 92-м году. И все, хозяин умер, собственник, а сынок уже вырос в другой атмосфере, уже не знает проблем. Другие ориентиры? Другие ориентиры, все. Это проблема. Вот об этом сериал «Не родись красивой» был. Помните? А Рокфеллеры, там, Ротшильды? Вот они, видите, все Рокфеллеры, Ротшильды, они все ушли. Они все сейчас рантье, живут на проценты и так далее. И у нас то же самое начиналось. Так же ситуации на проценты жили. Если вы посмотрите книгу Наиля Измайловича Таирова, там написано, сколько они суд на денег пожертвовали адреса Алья. К сожалению, там не написано, в списке спонсоров, благотворительных нет, но вот сама Марьяна Султанова, ее родной брат и ее отец очень много занимались в благотворительной деятельности. Вот у нее настоящее имя юридическое писалось «Мариамна». Это была вообще не обычная женщина. У меня на сайте есть такая маленькая публикация про террор. Где-то примерно в 1910 году, я же не помню уж в каком году, к нам приехала группа анархистов с Урала. И они обложили всех купцов рэкетом. Полиция узнала об этом. И поручили это дело одному такому старому полицейскому, которого все знали, как член семьи. Он обошел всех этих предпринимателей. И они ему говорили, да, вот получали угрожающие письма, да, вот мы им дали там 500 рублей. Ну, для человека, у которого там оборотка писала полмиллиона, это вообще копейки. Никто не согласился сотрудничать с полицией. Говорит, ну, надо их поймать, террористов-то, этих анархистов. Их надо поймать. Никто не согласился. Она одна согласилась. Она согласилась. Они тоже ей написали угрожающее письмо. Она согласилась помочь полиции поймать террористов. Потому что она жила, ну, вот у нее дом был напротив мечети, соборной, да? А там ниже по Илинской, по этой, в лидии сейчас, где сейчас этот большой такой дом, риэлторы сидят, там была Илинская церковь. И они договорились с террористами, что когда из Илинской церкви выходит много народу после службы, она туда придет, и в этой толпе к ней подойдет, значит, этот самый, боевик, и она ему отдаст деньги. Но он был, естественно, вооружен. Она не испугалась, пошла. Ну, там были рядом замаскированные полицейские. Когда она ему передавала денег, они его схватили за руки. Надо хватать сразу за руки, чтобы он не мог воспользоваться оружием. Вот, они его скрутили. Вот она единственная из всех уфимских предпринимателей. Она пошла, она не побоялась поймать рэкетеров. Ну, вот. Достаётся. Когда говорят, ты откуда? Все говорят, а, деньги есть, уфа гуляем, деньги нет, шма сидим. Разная есть версия происхождения вот этого. В этой поговорке одно происхождение. Все эти версии – это глупость, не слушайте. Это железнодорожная поговорка. Вот. Это, кстати, единственная станция, которая, маленькая станция, которую, знаете, вся страна. Потому что в 1914 году была построена вторая железная дорога от, через Симбирск, от Ульяновска. Построили мост, там, через Волгу, Ульяновск в 15-м году. И в Чешмах встретились две железные дороги, которые идут из Европы в Азию. И там было… Чешмах несколько. Их несколько станций-то, Чешмах. И там была огромная пересадка. И в советское время, когда эти бесконечные, там, и ссыльных, и лагеря, и возвращались обратно, и фронтовики, вот эти буквально миллионы людей, примерно миллионы, вот, они пересаживались, сидели, пересаживались с одного поезда на другой и ждали своего следующего поезда в Чешмах. Вот. Сидели в Чешмах. Ну, а в Чешмах там ничего нет особенного, да? Там деревня, ну, там, какие-нибудь рожки продадут, картошку, и все. А ходил из Уфы до Чешмов, ходил, типа, не электричка, а такой маленький поезд, несколько вагончиков. Он буквально там час езды так вот ходил в течение дня. И те, у кого, кому долго сидеть было, ждать следующего поезда, расписание-то знали, вот, и у кого были деньги, они садились на этот поезд, ехали в Уфу. И в Уфе нормально вели, гуляли, отдыхали, вот. А у кого не было денег, те сидели в Чешмах, мучились там, тараканов кормили. Надо сказать, что Михаил Игоревич всегда соглашается. Вот помните, первый форум мы краеведов проводили в гостинице «Туристы». Вы там тоже выступили. Надо сказать, он вообще знаток истории. История нашего края. Хотя он родился не у нас в Башкирии, а в Ярославской области, да? Истинный. Но при этом он патриот именно нашего края. Спасибо большое.